Сразу оговорюсь, что этот выпуск я записываю сразу же после публикации первичных данных по ВВП за третий квартал в США и перед пресс-конференцией Кристин Лагард. А говорить мы сегодня с вами будем как раз таки о Кристин Лагард, о Джерома Пауэлле, в общем о действиях Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы США, их особенностях и их возможностях. Также напомню, что выпуски, где мы разбираем с вами важные для финансового рынка события, я теперь делаю короче, освещая только важные события, а остальное, так сказать, второстепенное, например, вчерашний взлет цен на нефть, да, на самом деле второстепенное явление, я оставляю для телеграм-канала, там же видео в формате, все дело публикуется, так что подписывайтесь на все телеграм-каналы, ссылка на них находится в описании к этому видеоролику. Ну а важно это, конечно же, действия главных регуляторов, это Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы США. Начнем с ЕЦБ. Европейский Центральный Банк повысил свою процентную ставку, там 3% ставки, в общем все их повысило на 0,75% или на 75 байсных пунктов, основная ставка теперь 2%, и в принципе это было достаточно ожидаемо. В телеграм-канале Finprofit Forex еще вчера были опубликованы данные о ожидании процентной ставки ЕЦБ, рынки полагали, что ставку увеличат на 75 байсных пунктов, и что более важно, рынки полагают дальнейшее увеличение ставки. Это скриншот по прошлым ожиданиям, но даже здесь видно, что 75 байсных пунктов ждали, и в принципе 70 байсных пунктов ждут плюсом к декабрю. То есть рынки уже пару дней назад были готовы к увеличению ставки как минимум на 0,5% в декабре, и еще в феврале примерно на 0,25%, а если быть точнее где-то на 0,35%. И в принципе здесь же в телеграм-канале уже разобрали мы с вами решение ЕЦБ, и ЕЦБ в целом ожидает дальнейшее повышение процентных ставок. Что касается стимулов, то меняют они ТЛТРО 3, это такое банковское КУЕ, честно говоря не совсем понятно какие там будут процедуры смены, но они еще не опубликовали. АПП продолжают реинвестировать, ПЭПП это то же самое КУЕ, правда для, скажем так, пандемийной истории, тоже будут реинвестировать как минимум до конца 2024 года. Так что в целом как бы КУЕ у них закончилось, но все-таки некие реинвестиции от поступающих средств происходят. Но что важно, это то, что Европейский Центральный Банк вообще ничего не сказал про так называемый ТПИ. Это следующий как бы КУЕ для тех стран, которые могут испытывать дефолт, испытать дефолт при увеличении процентных ставок. И тот факт, что как минимум пока в заявлении ЕЦБ нет упоминания вот этого механизма ТПИ, говорит о том, что особых проблем в этих странах пока нет. Поэтому в принципе можно ожидать, что Европейский Центральный Банк продолжит повышать свои процентные ставки и конечно же будет следить внимательно за инфляцией. Тем более, что инфляция с их же слов будет сохраняться длительное время на высоком уровне, поэтому действовать придется долго и жестко. И в принципе эти заявления должны подтягивать европейскую валюту вверх по отношению ко всему. Но мы здесь с вами видим, что сегодняшняя свечка, дневка, да, это она красная. А если посмотреть, например, на тот же самый часовик, то видим, что в целом евро достаточно уверенно заваливает после решения Европейского Центрального Банка. А все почему? А потому что в целом ничего нового для рынка мы с вами не узнали. А вот доллар США, правильно будет сказать, ФРС, после сегодняшних публикаций может действовать еще жестче, чем действовали раньше. Спустя 15 минут после оглашения ставки в ЕЦБ США опубликовали данные по ВВП за третий квартал, которые оказались положительные 2,6% к данному выражению. И напомню, что рецессия это тогда, когда ВВП снижается. Здесь мы с вами видим, что первый квартал США закрыли с минусом, второй с минусом, а третий уже даже с плюсом. И казалось бы, что рецессия закончилась? Ну, технически считается, что да, рецессия закончилась, хотя, конечно, экономика США пока находится в упадке. Но важно то, что данные по ВВП оказались лучше прогноза, потому что прогнозировали 2,4%, а по факту 2,6%. Стоит напомнить, что ВВП публикуются трижды. Сначала предварительные, потом уточненные и пересмотренные данные. Следующие уточненные будут публикованы примерно через месяц, они уже будут более показательные. Но в целом, глядя на это ВВП, уже можно подумать, что ФРС может начать закручивать гайки еще жестче, чем, например, это ожидает рынок прямо сейчас. Почему так происходит? Потому что, когда регулятор увеличивает процентные ставки, инфляция, да, начинает снижаться, но начинает расти безработица и начинает снижаться ВВП. А что мы видим сейчас? ВВП в США на минимуме 3,5% это лучше показатели, пока ни о каком росте безработицы здесь речи не идет. Ну и ВВП, мы с вами тоже смотрели, тоже по большому счету не дает поводу ФРС действовать как-то осторожно. Поэтому, если потребуется, Федеральная резервная система США будет действовать достаточно жестко, потому что прекрасно видит, что нет проблем в других сферах экономики. Что делает доллар США достаточно сильным по отношению ко всем другим валютам. Конечно же, если мы не говорим про рубль. Индекс доллара продолжает отыгрывать вчерашние падения. Вчера в выпуске мы с вами говорили, с чем связан слив доллара. Поэтому, в целом, если сегодня каких-то там жестких интервенций стран этих трех регуляторов не будет, то мы с вами увидим, как индекс доллара продолжит свое восстановление и закроется выше 110. Я говорю сейчас про индекс доллара. В паре с рублем ситуация маленько другая. Ну, правильно будет сказать, стабильная. Особых потрясений пока нету. Что сейчас, в принципе, в эти часы Путин должен на Валдае там выступать. И, как вы понимаете, я не могу смотреть и записывать одновременно. Но, откровенно говоря, я не думаю, что он скажет для рынков что-то новое. Во всяком случае, не хочется сказать. Не хочется думать, что он там что-то новое придумает. Но хочется отметить, опять же, с телеграм-канала о том, что есть рекордный спрос на государственные облигации, которые выпускают министерства финансов. Что говорит о том, что, в принципе, в российский долг верят. Как минимум, внутренний рынок и спрос все-таки есть. Так что дыру в бюджете, возможно, закроют меньшими усилиями. Все это позитивно скажется на российский рубль, потому что считается, что если есть спрос на ОФЗ, то национальная валюта должна окрепчать. Правда, это относится к тому моменту, когда на рынке есть нерезиденты. Потому что спрос на ОФЗ могут генерировать имя нерезиденты. Сейчас ситуация маленько другая, поэтому в целом это пока ни о чем не говорит. Но хотя бы о том, что проблем с бюджетом будет чуть меньше, чем могло бы быть. На этом все. Напоминаю, что больше контента находится в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. И завтра состоится пресс-конференция Эльвиры Набиулины и оглашение процентной ставки Центрального банка Российской Федерации. Этот момент мы разберем с участниками клуба finprofit.club, так же, как и еженедельная трансляция по разбору рынка. Так что, если вы еще не являетесь членом клуба, в правом верхнем углу ссылочка, уточняйте детали и включайтесь. Всем профита и мирного неба над головой. Пока!